Собираемся мы на экспликации. Сейчас собираются все наши артисты, все наши дирижёры, художники, постановщики, все-все-все, кто будут участвовать в этой нашей новой постановке. На самом деле, такая дружеская беседа с артистами, где я могу рассказать свои идеи, посмотреть в глаза тем исполнителям, которые будут играть роли, увидеть их реакцию. Где-то, может быть, я сразу поменяю решение, взять какие-то идеи, посмотреть на их разговаривающие глаза. И вот этот день — это как такая зарядка, первая инъекция, от которой начинается вообще вот этот самый большой кайф, самое большое счастье репетиций. Ну, начинаем. Давайте про Тоску. В Тоске самая большая проблема какая? При всей гениальности музыки Пучини мы должны понимать, что это, в общем, такая музыка саундтрековая. Это не Чайковский, он не выплакивал своих героев, он не проживал с ними жизнь, он был выдающимся компилятором, знающий вот этот стиль веризма, знал точно, как вызвать слезу. Зная вот такого человека, очень жестокого, человека, который судился, там, куча судов за изнасилование, человек, который собирал, очень богатого человека, который собирал весь парк автомобилей, на которых он не ездил. Это, понимаете, интересно? Человек, который собирал оружие только со следами крови и шерсти. Это имеет отношение к убийству Бутерфляя, это имеет отношение к Тоске, это к любому убийству его опере имеет отношение. Это влияет не только на интонацию, а на качество окраса. Так вот, идем к Тоске. Значит, действие происходит. В какой период? Бонапарт-то разбил там, помните, да? Идет война. Это немирная жизнь. Существует начальник полиции Скарпия. Но мы-то помним завет Станиславского. Давайте защищать отрицательное и, наоборот, критиковать положительное. Надо искать полярные вещи. И предложение такое. Тоска, певица оперная, которая почему-то в спектакле оперу не поет, кстати. Она поет мессу. Там нет ее актерской никакой истории. Понятно, война идет, коронавирус, театры закрыты. Ну, понимаете, да? И есть Каварадосик, который художник тоже, такой брат Марселя из «Богема». И он, в общем, такой жигалистый парень-то. И эта Тоска, она все время его одаривает. Она все время, она активный человек в любви. А он все время в первой картине, он все время ее провожает. Заметьте. Пучине подсказывает совершенно новое человеческое решение, которое совершенно меняет ракурс всех персонажей, которые существуют в опере. И вот такие вещи, они очень интересны именно в Пучине. От этого становится интереснейший последний акт, который всегда алогичен. Только оперной идиотской логикой его можно понять. Как она выбежала из палацца Форнезе, побежала через Рим. Потом она прибежала в его 100-метровую камеру. Он обычно в 100-метровой камере содержится в театре. Там еще такой вид. Знаете, камера задорого стоит, потому что с видом. И он там всегда, его обслуживают там. Понимаете? Ему приносят там бумагу, там есть сервис. Этот тюремщик. Понимаете? Он там поет звездам. У него потому что пентхаус же. Понимаете? А потом идет еще интереснейший его расстрел, единственного, когда входит в войско и его расстреливает. И вот эта оперная глупость, которая из постановки в постановку протекает. Надо попытаться уйти от первого плана вот такого сюжетного примитива, поставить вопрос, а как этот сюжет происходит. В Тоске тоже еще интересно. Она его убила и как будто, ну убила и убила, у нее же Ковородосик главный. Ну многих убивали. Понимаете? Убить человека в первый раз, это намного больше психологический шок от всего другого. Вообще, понимаете, это всегда так интересно, когда то, что уже пройдено, посмотреть по другим ракурсам, это же самое интересное вообще. Это как в музыке. Вот это все игралось тысячи раз. И вот этот дирижер делал медленно, этот быстрее. Но не в этом дело, а увидеть, что эта музыка вообще о другом, но при этом сделать так, чтобы это не было с ушами, что это сделано только для этого. Вот поэтому сюжет абсолютно тот же. Но история, как происходит этот сюжет, он совершенно другой. Тогда у Тоски возникают новые краски эмоциональные. Ну в общем, вкратце я вам все рассказал. Да? Закончилась наша экспликация. Мы узнали очень много интересного. Между прочим, будет очень интересный необычный спектакль. А теперь пойдемте посмотрим, как начинаются наши репетиции. Пойдемте. Спасибо. 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 Продолжение следует...